Вай, а сколько время? Время снимать новое видео! Всем привет! Каждую зиму мы отправляемся на поиски приключений и исследуем новые страны. В прошлом году мы путешествовали по Азии, а сейчас находимся в Европе. А именно, в городе Белград, в столице Сербии. Этот город настолько нам понравился, что мы решили посвятить его достопримечательностям отдельное видео. Калимигдан – это огромный парк с множеством древних красивых строений, находящихся в непосредственной близости от Белградской крепости. Редактор субтитров А.Семкин Храм Святого Саввы – это один из крупнейших православных храмов в мире. Его размеры можно сравнить с жилой многоэтажкой. Высота храма примерно с 20-этажное здание, а его общая площадь составляет 7500 квадратных метров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Башня Гордош – это мемориальное строение, расположенное в красивейшем районе Белграда под названием Зимун и построенное в честь тысячелетия венгерских поселений на среднедунайской низменности. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Прогуливаясь по парку Ташмайдан, нельзя не заметить церковь Святого Марка. Она была построена на месте бывшего карьера, ну а сейчас в ней хранится самая богатая коллекция сербских икон 18-19 века. Субтитры создавал DimaTorzok Улица Князя Михаила – главная пешеходная улица Белграда. Здесь располагаются самые красивые и значимые здания, крупные торговые центры и все основные развлечения сербской столицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть в истории Белграда и печальные события. В 1999 году, во время войны в Косово, НАТО бомбардировали Союзную Республику Югославия. Под ударом оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. В Косово погибло свыше 1700 мирных жителей, из которых почти 400 дети. Без вести пропали 821 человек, большинство сербы. В результате операции была завершена Косовская война, но страна понесла потери и огромный ущерб. Действия НАТО часто характеризуются как незаконная военная агрессия. Народная Скупщина – это высший законодательный и конституционный орган в Республике Сербия. Он находится в красивейшем здании в самом центре Белграда. Отдельное внимание стоит уделить скульптурам, стоящим на входе. Без тебе самов проблем нет. 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 Гейт-парк – это небольшой парк треугольной формы, в котором просто приятно находиться. А также там вы можете посетить музей истории Югославии и знаменитый дом цветов. Менее отвратно. А ты-ду-ди-ду-ди-ду-ле. С балдом и приятный. Набережная Савамала расположена вдоль права берега реки Сава. Первоначально это место являлось болотом, а уже позже было переоборудовано для нужд купцов и торговых агентов. Сейчас же это милое место для неспешных прогулок. Музыка. Музыка. Здесь очень страшно, потому что мост шатает. Но это сейчас еще коротенький проехал. Парк Звездара – это большой лес и заповедник, который находится прямо в черте города. Очень тихое и спокойное место с красивым видом на Белгород. Музыка. Музыка. Это, конечно же, не все интересные и красивые места. Поэтому именно вам мы советуем посетить этот город и исследовать его самостоятельно. Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok